Меня зовут Егор. Я журналист. Я до недавнего времени был главным редактором сайта издания snob.ru. Сайт – это основное, что есть, snob.ru. Вот. Я в 2014 году запустил сам издатель трансформер. И сейчас я работаю… У меня абсолютно дикое название должности. Я chief visionary officer в медиахолдинге, который создал с ребятами, с которыми мы делаем сам издат. И холдинг называется «Мами Хопинатана». Просто мы люди, которые любят самые неадекватные названия, чтобы все точно понимали, что это мы. Вот. И я буду развлекать вас сегодня рассказом про то, что медиа – это, на самом деле, одна из самых лучших профессий, какая есть на свете. Одновременно худшая профессия на свете. И что в медиа происходит масса всего, на самом деле, интересного. И сейчас самое время, если вы еще занимаетесь этой профессией и еще не ушли из нее, не стали вырезать петушков лобзиком из дерева или, не знаю, лыжи красить, то самое время придумать себе какое-нибудь увлекательное занятие в медиа, заниматься им и никого не слушать, ни в чем не сомневаться. Пример такой у нас план будет. Вот. Значит, мне организаторы мероприятий перед моим выступлением дали список вопросов, которых у них ко мне есть, и я очень смеялся на них, потому что вопросы отлично иллюстрируют совершенно безумный океан заблуждений, которые сейчас есть в российских медиа, прежде всего. Хотя, на самом деле, эти вопросы примерно такие же беспокоят и западные медиа, европейские, азиатские и так далее. Вопросы примерно такие. Значит, заблуждение номер один – умер текст. Никто больше не читать текстов, люди окончательно тупели, смотрят только гифки с котиками и не хотят читать текст. Вообще никакой. Есть много изданий, которые функционируют, исходя из этой логики, веря в эту догму. Я в ней, если честно, очень сомневаюсь. Мне кажется, что как раз-таки сейчас у людей есть гораздо больше возможностей, чем когда-либо читать тексты абсолютно на любой вкус, на любую тему, и любой текст всегда найдет аудиторию сегодня. Да, я потом об этом чуть подробнее буду рассказывать. Второе заблуждение заключается в том, что медиа умерли. Мне вообще сложно понять, откуда может идти такое ощущение, потому что сегодня медиа – это самая бурно развивающаяся профессия, явление сферы человеческой деятельности, потому что у меня есть следующий слайд, посвященный этому, я об этом тоже подробно расскажу, что на самом деле медиа – это вообще все, что вас окружает. Примерно все вещи, которые вас интересуют в этой жизни, они в том или ином смысле медиа. Да, как вы помните, медиа – это сообщение, и поэтому вы когда даже в окно смотрите, это тоже, в общем, своего рода медиа. Реклама на спичечном кропке – это медиа. Когда вас кто-то у подъезда под окном пишет «Засранец верни долг», это тоже медиа. Есть даже мнение, что бокс и вообще все виды единоборства – это тоже медиа, потому что это обмен информацией при помощи жестов, например. Компания Disney, которая занимается выпуском фильмов, мультиков – это одна из крупнейших мединых компаний на планете. Канал Netflix, HBO или любой другой канал, который снимает ваш любимый сериал – это тоже медиа. Кино, видео, фото, тексты – это все тоже медиа. Очки, дополненные виртуальной реальности, бурно развивающиеся рынки – это тоже медиа. Вы понимаете, что в каждой из этих сферок во всем происходит каждый день огромное количество событий, открытий, запусков, закрытий, разорений, истории успеха и так далее. Поэтому говорить, что медиа умерли, как минимум, странно. Сейчас вернусь еще к этому прекрасному слайду. Другое заблуждение, с которым тоже часто сталкиваемся, то, что мир в интернете захватили адские агрегаторы. Издания, которые только и делают, что воруют друг у друга контент, публикуют подборки с котятками или, не знаю, 10 фотографий мха из леса, которые похожи на голливудского актера Райана Гослинга. В общем, есть ощущение, что как будто бы ничего больше, кроме этого, в медиа не осталось. Это тоже не совсем правда. Есть еще одно заблуждение, что очень много появилось технологий, очень много различных клевых инструментов, и внимание человека рассеивается. Поэтому сегодня надо всем обязательно идти в Telegram. Завтра мы все должны делать канал, как у Юрия Дудя в YouTube. Послезавтра мы все должны будем сидеть в Snapchat, а потом мы будем заниматься транслированием своего медиа прямиком в мозг через какие-то нейронные сети и телепорт, и что еще могут придумать. Это и так, и не совсем так. Есть заблуждение, что вообще в принципе все плохо. Плохая профессия, очень все грустно, сейчас самое время пересадить заниматься. И это тоже, скорее всего, и так, и не совсем так, потому что профессия сложная, это правда, в ней достаточно сложно выжить. Это очень жестокий и суровый бизнес, прежде всего, в котором занято, как я вот рассказал там, да. Сколько вы должны понимать, что вы работая в своем издании в Иркутске, или в Москве, или в регионах, или вы все равно занимаетесь тем, что работаете на том же самом рынке, где сидит Disney, Netflix, HBO, компания Red Bull, которая занимается тем, что производит напиток и плюс делает отличную медийную компанию. И вы понимаете, что, если вы читаете в мастях, что Феликс Бамгайтер прыгнул, мой любимый пример просто, из стратосферы с парашютом, но вы понимаете, что, скорее всего, он точно это делал в униформе Red Bull, и что все медиа на свете напишут про то, что вот человек впервые в мире прыгнул, впервые в историю прыгнул с парашютом из стратосферы, и все покажут фотографии, где он делает это в Red Bull в униформе, потому что Red Bull решил тоже быть медийной компанией. В этом смысле мы все боремся за доли секунды внимания читателя, зрителя, потому что, конечно же, человеку вообще не хочется знать ничего, что мы делаем. Человек не хочет смотреть ни игру престолов, он не хочет смотреть ни котиков, не хочет читать новости. Каждый раз, когда мы заставляем человека взаимодействовать с нами и нашим продуктом, мы вынуждаем человека. Человек в идеале хотел бы просто смотреть в стену или на море смотреть, а тут приходят медийные компании, которые пытаются ему что-то засунуть в мозг и рассказать какую-то историю. И с этой точки зрения, понятно, почему медиа – это сообщение. Каждое, будь это Disney, будь это региональное издание, будь это какой-то московский бессмысленный стартап про кофе или про панд, все мы занимаемся примерно одной и той же штукой, и у всех у нас одни и те же проблемы. И любопытно, что на фоне всего этого формного безумия, похожего на извержение безумия в Помпее, происходят достаточно большие трансформации, заметные прежде всего крупным медийным компаниям. Я буду говорить в основном на примере России, хотя, повторюсь, для западного рынка это такая же точная история на самом деле. Вытащил несколько изданий, как пример. Понятно, что этих логотипов можно добавить больше. Вот, посмотрите, первый канал, холдинги крупные вроде РПК, «Коммерсанты», «Сегодня», «Комсомольская правда», «НТВ» или «Раша Тодей» сталкиваются все с одним и тем же. Они последние 10 лет находятся в ужасе кататонического, потому что, с одной стороны, они вроде привыкли делать какую-то работу, которую они годами делали одинаково, а тут выяснилось, что какие-то технологии новые, что-то появляются постоянно новые какие-то прибуды, не очень понятно, как с ними взаимодействовать. И сегодня «Коммерсант» берет и пытается играть в «Телеграм-каналы» или завести какой-нибудь паблик со смешными картинками ВКонтакте и всегда неминуемо сталкивается с тем, что у них из этого не получается ничего хорошего. Внутри компании с каждым годом по разным причинам – цензурным, эволюционным – среди сотрудников растет непонимание, чем они вообще занимаются внутри своего здания, почему каждый день приходится заниматься странными вещами, вроде облакать привычной работой, но теперь тебе нужно уметь еще фотографировать, монтировать и желательно делать какой-нибудь классный видосик в Snapchat, как пример. Или если посмотреть на телевидение, в российском телевидении это наиболее заметная проблема, когда каналы не понимают, почему аудитория уходит с телевизора, почему люди начинают все больше смотреть ролики в интернете, и топ-менеджмент этих каналов крупных государственных прекрасно видит и читает эти новости, что суммарная аудитория Юрия Дудя и других каких-то блогеров в YouTube уже превышает суммарную аудиторию первого канала. И каналам начинает казаться, что проблема в том, что они не очень модные и не очень классные, и им не хватает в своем ассортименте шоу, как на канале Пятница Инстаграмщиц, где они берут какие-то модели из Инстаграма, у которых по несколько миллионов подписчиков, и начинают придумывать про них какое-то шоу в надежде, что вот таким образом мы вернем людей из интернета обратно к телевизору. И вообще не могут понять, что проблема не в том, что у вас нет какого-то клевого интересного формата и попрыжков через горячие обручи, потому что если человек не может найти нужную информацию в одном месте, он пойдет искать ее в другом. Это очень понятная логика. То есть если ты о чем-то не рассказываешь, чего-то не сообщаешь, держишь человека в неведении по разным причинам, опять же, финансово-экономически, потому что так владелец решил, то очень странно потом удивляться, почему аудитория хочет не смотреть твой канал и уходит в какое-то другое место, где эта информация есть. Даже если это Инстаграмщица, которая выкладывает фотографии салата, тапочек и что там, прекрасного образа жизни. И если вы не можете доставить своей аудитории сообщение, которое она от вас ждет, она уходит в другое место. В общем, понятная история. И со всеми этими крупными холдингами с каждым годом, ну понятно, да, рынок в России медийный, сложный рынок. Большим количеством изданий крупных владеют люди, которые не до конца понимают, и очень хорошо, наоборот, понимают, как медиа функционирует, и поэтому диктуют и думают, что могут диктовать изданию какую-то логику. У медиа есть только одна задача, на самом деле, да, это информировать, находить информацию и сообщать ее. Больше ничем издания не занимаются. Они не должны заниматься тем, чтобы информация, которая нашли, влияла каким-то образом на ситуацию в стране, она не должна влиять на правоохранительные органы вообще. То есть это информация, которую нужно найти, нужно сообщить. Как только начинается внедрение в индукционную политику чуждых абсолютно этой логики вещей, каждый раз, раз за разом происходит одна и та же история. В какой-то момент из крупного издания уходит команда, она потом может перейти в другое издание, оттуда команда тоже потом уйдет по каким-то причинам. Вот это все повторяется снова и снова. Люди, которые остаются работой в крупных компаниях, не до конца понимают, чем они занимаются, и они хотели бы найти себе какую-то другую участь, получше, но у них не всегда на это есть силы и возможности, и нет понимания, куда можно пойти, чем заняться. В результате, большое количество журналистов находятся другие какие-то профессии, это тоже нормально. Во всем, что я описываю, нет ничего страшного, это нормальный порядок вещей, то, как наш мир устроен. Он суровый и абсолютно безжалостный. Но периодически случаются истории, например, такая. Вот Медуза, вы все наверняка знаете это издание. Когда я рассказываю про самоздат «Батинка Трансформер», очень часто есть заблуждение, что как будто бы Медуза, например, это не самоздат, или как будто бы издание «The Bell» или другие издания, про которые будут рассказывать, как будто бы это не самоздат. А это на самом деле не так. Да, какая история. Крупный холдинг «Рамблер», в котором находится издание «Лента». По каким-то самим внутренним причинам, на которые, безусловно, издание и владелец имеют полное право, решают уволить главного редактора. Их уволят? Пожалуйста. Значит, из этого происходит исход всей команды, потому что они не хотят работать в таких условиях. Это тоже абсолютно нормальная ситуация. И команда понимает, что особенно больше идти некуда и не хочется, и хочется придумать какую-то свою новую штуку. Да, Галина Тимченко вместе с Иваном Калпаковым в течение полгода ездят ищут деньги, находят каким-то образом инвесторов, которые дают им не очень большие деньги по меркам рынка, чтобы они создавали свою единую компанию. Вот, значит, запускается «Медуза», которая в рекордные сроки набирает себе первоклассную команду отличных профессионалов и запускает издание, которое сейчас захватывает очень быстро медийный ландшафт. У них растет трафик, у них растет количество читателей. Они вот вчера презентовали, они запустили технологическую платформу для публикации подкастов. Они полгода уже занимаются подкастами и решили, что для них нету подходящих технологических инструментов для публикации своих подкастов, и они решили написать сами. В общем, это то, как «Медуза» функционирует. Вот это вам отличный пример, почему происходит гибель больших медий, почему появляются маленькие. Потому что «Медузу» назвать маленьким изданием как минимум странно. Это реально большое значимое издание, которое заключило договор недавно с «Басфидом» о том, чтобы совместно работать над журналистами и расследованиями из России. Например. Вот эта конкретная история успеха. Люди, которым хотелось заниматься собственным делом, вместо того, чтобы соплину кулак наматывать, люди пошли и придумали, каким образом это издание сделать. Не значит, что им живется очень просто. Это существование «Медузы» и любых самодельных изданий крайне сложно, потому что на этом рынке сложно зарабатывать, способы монетизации на рынке меняются, привлечь рекламодателей сложно, продавать рекламу или какие-то другие форматы тоже сложно. Я чуть-чуть позже дойду. Но, тем не менее, это то, как это работает. Другой пример. Чем-то похожий, но по механике противоположный. Издание РБК, тоже крупное, по своим внутренним причинам, цензурным решает уволить главный редактор Елизавету Осетинскую, которую они сами же звали, чтобы она перестроила холдинг, с чем она и ее команды отлично справились. Осетинскую уволили. Она уезжает в Стэнсфорд учиться, изучает дизайн-синки. Это методология мышления, которая говорит о том, что когда ты садишься решать какую-то задачу, строишь ли ты автомобиль или создаешь медийную компанию или хочешь сделать ручку, ты исходишь, прежде всего, не из того, не из своих каких-то интересов, а профессионального прекрасного, а ты смотришь внимательно, в чем вообще есть потребность у человека, чего людям не хватает. Осетинская пришла быстро к выводу, что количество изданий и информации, издания крупные, живут за счет того, что они публикуют в том числе подборки с котиками, потому что им нужно поддерживать большой уровень вовлеченности и большой трафик для того, чтобы продавать рекламу, для того, чтобы обеспечить существование. Из-за этого очень часто мы видим, что 99% новостей, которые мы читаем каждый день, абсолютно бессмысленны, лишены какого-либо вообще. То есть это новости, которые не нужно не то что публиковать, их не нужно обсуждать, потому что это пустышка, в которой нет ничего. И на фоне этого происходит отторжение читателей от изданий, потому что ты уже перестаешь, у тебя нет возможности каждый день следить за десятком и сотней разных изданий, чтобы понять, что происходит. и у них появилась идея запустить издание, которое будет существовать для начала в формате почтовой рассылки. Да, это тоже один из пустулатов дизайн-мышления, которое осетинское изучало. Смысл который в том, что у тебя появилась идея максимально быстро создаешь какой-то прототип, чтобы он даже вот работал косой, кривенький, но чтобы можно было максимально быстро проверить свою теорию, что мне кажется, что людям нужно вот это, и ты даешь им прототип, чтобы понять, насколько эта штука реально будет востребована. Осетинская запустила форму подписки, собрала 2000 подписчиков, запустила регулярную рассылку, которая выходит раз в неделю, поняла, что да, интерес действительно есть. С этим прототипом поездила нашего инвестора, тоже по сравнению с медийными бюджетами деньги смешные. Собрала нескольких бывших сотрудников, с которыми она работала в РБК, включая бывшего теперь уже спецкора издания Рейтерс, Светлана Рейтерс, один из лучших современных репортеров России, его она теперь делает с ЗБЛ. Выпускают каждый день две рассылки, маленькую утром, большой, вечером, имеют что-то в районе 5000 подписчиков, и для них этих, то есть вы если сравните миллионный трафик Медузы и 5000 подписчиков ЗБЛ, то понимаете, что это два издания, работающих с абсолютно разной логикой. Если для Медузы важен охват количества людей, которые вовлечены в потребление ее контента, то ЗБЛ хочет работать с ограниченной аудиторией, в которую будут входить лучшие представители целевой аудитории. Они придумали себе, что это издание для людей из России, которые ездят по всей планете, занимаются бизнесом, предпринимательством и так далее. И на речи даже вот этих 5000 подписчиков, это очень, очень хорошая плотная аудитория, которая читает каждую подписку, каждую рассылку, и потенциально с этой аудиторией можно будет работать над тем, чтобы им монетизировать. И поэтому масштабы получаются разные, но и задача у этого издания разная. Потому что, и здесь главный фокус происходящего, крупные и большие издания забывают, чем они занимаются. Им кажется, что если ты носишься за современными примочками и классными приемами, то тогда тебя ждет успех. Это абсолютно неправда. Единственное, что нужно понимать про медиа, так это сообщение должен прежде всего не забывать и понимать, а что ты собственно сказать хочешь. Как только издание теряет внутри своих сотрудников понимание, о чем это издание хочет сказать, и это может быть абсолютно любая штука. Вы можете запустить и рассылку, в том числе с котятками, если вы понимаете, что это издание, посвященное любителям котят, это отлично. Главное просто понять, что вы делаете издание про котят, и там не должно появляться собачек, я не знаю, чебуреков, например. Ну только если это не чебуреки с котятами. Вот. Поэтому первое, нужно помнить, собственно говоря, чем мы занимаемся, что мы пытаемся донести. И второе важное, второй важный базис, на котором держится вся наша работа, это то, кому мы это сообщение пытаемся донести. То есть если вы понимаете, что вы хотите рассказывать истории про полноумие, я сейчас просто с головы беру, первое, что не приходит в голову, то это логично, что нужно искать свою аудиторию, доносить это сообщение до людей, которые интересуются там астрологией, звездами и вот этим всем. Абсолютно неважно, там, соответственно, от того, что вы придумали, от того, какую вы историю рассказываете, логично проистекает объем, масштаб этой истории. Может быть, вам нужно делать издание, которое будет читать только 20 человек, но это те самые 20 человек, которые вам нужны, и можно придумать какой-то способ обеспечить свое существование и производство соум-медиа для этих 20 людей. Именно по этой причине то, что мы наблюдаем сегодня на российском рынке, мне кажется, не негативной ситуацией, а наоборот, дико интересным моментом в российских медиа. Кажется, да, там, читая новость, вот, очередного журналист уволили, кого-то, значит, что-то закрыли, где-то решили финансирование, что-то перестали печатать, и поэтому ты начинаешь думать, что вот, значит, как все плохо, рынок схлопывается, нужно срочно бежать отсюда. На самом деле все это работает иначе. Если где-то информация, если где-то убывало, значит, она где-то прибывает, закрывается какой-нибудь крупный издательский дом, после этого откроется что-нибудь небольшое, но очень четко сформулированное, очень четко адресованное, очень четко построенное. Я выбрал несколько примеров из тех, что у меня постоянно перед глазами, я уверен, что вы сами в состоянии, если у вас будет такая необходимость, пополнить ряд этих изданий. Ну, например, издание МЕЛ, да, это образовательные издания, построенные несколькими молодыми людьми из Москвы, которые пришли к слову, что в МЕДЕ отсутствует понятное издание, которое рассказывает про образование, понятно, да, и для студентов, и для школьников, и для их родителей. Как наше образование, вещь большая, мы знаем, что образование во всем мире тоже проходит через трансформации, пересматриваются традиционные уклады, как людей вообще нужно образовывать, нужны ли им учебники, да, разные модели образования, как обучаться. Мы понимаем, что обилие информации открытой повышает знания, да, там, современное, там, поколение, которое, нынешние 14-15-летние дети, это люди совсем по-другому потребляющие информации, по-другому обучающиеся, по-другому думающие. И вот издание, посвященное всем этим вопросам, создатели МЕЛа не нашли. Поэтому они пошли и сделали это издание. Придумывают, каким образом его монетизировать, придумывают, каким образом его продавать. Это сложно, но как бы всем сложно, да, и МЕЛа, и Медуза одинаково в равной степени. У каждого просто собственная битва. Вот Митя Олешковский перед вами сегодня выступал, который делает издание «Такие дела». Тоже, в общем, понятная функция и задача издания «Такие дела», но также понятно, почему она имеет такой успех. Издание, посвященное социальным проблемам, рассказанным не стыдно и не пошло, нет. Такие дела ровно на этой площади выросли, понимая, что есть в этом потребность, есть необходимость рассказывать такие истории. Вот они сделали издание. И придумали, каким образом его обеспечивать, что немаловажно. Издание «За Виводж». Тоже понятная, в общем, история. Абсолютно самиздат. Эта компания «Лукатни», которая выпускает в том числе «За Виводж», началась точно так же, как вот все, что я рассказываю. Это несколько друзей, которые в далеком, там, начале 2000-х, скинулись какими-то личными сбережениями, без крупного олигархата, без каких-либо инвестиций, кроме собственных. Создали компанию «Лукатни», которая вырос вообще из блога просто. Вот это был блог, где ребята фотографировали людей в модной одежде. И это выросло в огромный холдинг, который сейчас производят, в том числе, издание «За Виводж», которое продает франшизы по всему миру. Вот и понятно, городское издание. Ровно точно такая же логика. Есть нехватка, есть кадры, есть запросы аудитории. Ты идешь и создаешь эту штуку. Понятно, что существование изданий «Скотома выкатни» — это череда боли и страданий, как и всех компаний. Нет ни одной медийной компании, которая была бы хорошо. Даже если отметить Disney, они же тоже вынуждены, кажется, город придумать, каким образом себя обеспечить. Они не зря идут и покупают компанию «Лукасфилм». Потому что они понимают, что если ты купишь «Лукасфилм» и выпустишь еще шесть фильмов про «Звездные войны», а потом еще шесть, то ты с каждого фильма минимум заработаешь один-две миллиарда долларов и тем самым обеспечиваешь себе существование. Даже такие гиганты постоянно вынуждены заботиться о своем существовании. Нет издательских домов, которые могут просто спокойно сидеть и чилить и радоваться, как жизнь классно сложилась. Издание закончено, построенная сотрудница Эх Москвы Тони Самсоновой. Тот же самый принцип. Придумана, найдена аудитория, придумана задача, найдены деньги, запущен прототип. После того, когда прототип есть, Тоня пошла и в течение года занималась фандрайзингом и смогла найти себе инвесторов на 2 миллиона долларов. Такая тоже вещь построена несколькими людьми, которая разрослась до крупного сайта. Все вы знаете The Question. Я знаю многих экспертов, которые строят свой образ в паблике за счет того, что отвечают на вопросы на The Question. Тит Джорнал тоже сам пример. Издательский дом, построенный выходцами из команды ВКонтакте. Где-то нашли денег, нашли свою аудиторию, нащупали свое сообщение, выпускают издание. Тяжело. Придумали себе подписку, небольшую подписку за возможность писать комментарии и писать новости для Тит Джорнал. Существуют и развиваются. Прекрасно. Издание Горький, посвященное книжкам. Пожалуйста. Ну и тут еще и логотип Тусатый Мужчина. Это наш самозабатенько ДВ-трансформер, до которого доползу скоро. Это все одинаковые абсолютно истории. Что-то исчезло, значит что-то появилось. И сейчас, в 21 веке, в 2017 году, лучшее время, когда можно подобными вещами заниматься. Потому что вы понимаете, что создать медиа сегодня и создать медиа в 19-20 веке это несколько две разные истории. Вам нужно было раньше, чтобы делать газету, нужно было купить этот печатный станок, который стоит, и сегодня стоит конских денег абсолютно. А сегодня порог входа в издательский бизнес очень маленький. В нем так же посты, так же легко, как вы в него войдете, вы так же легко в нем погибнете. Но при должной сноровке и понимании, как это работает и как на этом можно зарабатывать, вы можете что-то классное сделать. Даже если нет, и вы погибнете, то хотя бы это будет увлекательная поездка. Вот. Значит, смысл Батинкова Трансформер. В изданиях, которые я только что пересислил, это, наверное, самое лютое исключение, потому что, в отличие от остальных изданий, Батинка построен был вообще без каких-либо денег. Если у ребят из Look at Me у них была возможность вложиться какими-то личными сбережениями, то, когда мы начинали Батинку, у нас и этого не было. Издание было придумано в 2007 году, и появилось только в 2014 году. Понятно вообще, почему 7 лет потребовалось на всю эту историю. Мы запустили эту штуку в 2014 году в формате одностраничного блога, и потом просто собрали, я собственными руками собирал простенький сайт, построенный на WordPress, собрали команду людей и знакомых, которым изначально идея и идея у Самуздата очень простая. Не думаю, что вы вообще читали это издание когда-нибудь, но, тем не менее, задача у издания следующая. Изучать и фиксировать трансформации во всех сферах человеческой жизни. Не существует ни одной темы, которая Самуздату была бы не интересна, потому что нам интересно все, что меняется. Если вещи были одним, а стали чем-то другим, мы хотим об этом деле поговорить, изучить это дело и так далее. За три года своего существования Самуздат прошел абсолютно безумный путь, который, если бы мне предложили его еще раз пройти, я бы крепко задумался, но, наверное, согласился бы еще раз это сделать. Издание построено без каких-либо денег. Мы считали, сколько бы нам обошелся год существования издания, в минимальных проявлениях того, что мы делали, мы не считали что-то вроде трех миллионов рублей, и это очень дешево по медийным меркам. Мы опубликовали больше 400 авторов со всей планеты, собрали команду из 50 художников, опубликовали какое-то лютое количество текстов, и собрали очень клевую, мощную команду журналистов со всей страны и со всей планеты. И в том году мы смогли наконец-таки придумать, каким образом, понятно, что наша главная мечта была всегда в том, чтобы построить собственные медиа. Мы делали его, надо понимать, мы работали над этой штукой свободно от основных работ время. Мы все разрывались, я работал в СНОБе, и свободно от работы время, которое было не очень много, занимался делами Самуздата. Все основатели, все ведущие авторы издания на нем ничего не зарабатывали, у них у всех были свои какие-то работы, и в свободное время, типа в качестве хобби, мы занимались СНОБе, никогда его за хобби не считая. Вот я тут чуть подробнее про содержание этой штуки, чтобы было понятно, это не просто, не только сайт, это сообщество людей, которое производит журналистские тексты, которые ездят в экспедиции по всему миру, чтобы рассказывать истории, которые мы ищем. Мы делаем подкасты, недавно вышла книжка в издательство АСТ, которую мы собрали из некоторых своих публикаций. Мы ведем какое-то количество лекций, мы создали собственную небольшую протошколу под названием «Открытая планерка», куда мы зовем лучших российских журналистов и подробно разбираем их тексты по абзацам. И аудитория, которая приходит на эти мероприятия, мы занимаемся тем, что мы трансформируем читателей, у нас очень хорошо этот механизм отработан, мы трансформируем читателей в авторов самоздата. Потому что люди, аудитория понимают, чем мы занимаемся, понимают, чему посвящено это издание. И вот редакция, которая сегодня работает в самоздате, она собрана во многом из бывших читателей, которые написали одну историю, две, три, написали несколько текстов, зацепились и стали полноценными участниками редакции. И для этого мы запустили «Открытые планерки», чтобы люди, которые, может, даже никогда не писали, но хотели бы на лучших примерах показывать, как это делается. Мы после планерки раздаем желающим из аудитории задания, которые они в течение нескольких недель выполняют, сдают нам и, например, приходит нам Данил Туровский из «Медузы» или «Олеся Гэрис Минк из «Коммерсанта». Мы разбираем как получше их тексты, и потом через несколько недель, когда читатели эти тексты напишут, Олеся или Даня эти тексты посмотрят, отредактируют и скажут свое мнение. Таким образом, человек, который даже никогда в журналистике ничем не занимался, получит сразу же фидбэк от очень крепких специалистов. Мы потом эти тексты публикуем у себя и всячески работаем с авторами, чтобы с ними сотрудничать поплотнее. И мы рассылки делаем и так далее. В общем, «Самиздата» — все, что только можно придумать, в медиа мы все это дело любим использовать. Тут по хронологии я вам уже пересказал. Почему мне кажется важным и интересным рассказывать про опыт «Самиздата»? Потому что вещь, построенная абсолютно с нуля, без денег, сталкивается с такими же проблемами, с которыми сталкивается каждое издание, из тех, о которых я рассказал и о которых даже не успел упомянуть. Подробно пройдусь по этим проблемам. Встает вопрос, каким образом строить издание, чтобы на нем зарабатывать или чтобы получать деньги, чтобы это издание можно было заниматься только им, а не какой-то еще работой в основное время. Это сложный вопрос, потому что на медийном рынке зарабатывать очень сложно. По моим наблюдениям, лучшие примеры изданий, которые зарабатывают и чувствуют себя спокойно, построены на том, что зарабатывает не медийная часть бизнеса, а придумывается еще какое-то предприятие, плотно связанное с медийным изданием, чтобы обеспечить ее деньгами. Например, бруклинский сайт «Детавис Магазин» в месяц публикует одну большую историю. Они продают подписку платную на свои тексты, и американские читатели платят деньги за то, чтобы читать один большой текст в месяц. Они могут платить своим авторам, абсолютно невообразимо по российским меркам, 10 тысяч долларов за текст, но не потому что у них подписка есть, которая не очень дорого стоит, а потому что «Детавис» продает, это основной бизнес, они продают инструмент для верстки больших красивых историй с картинками, с анимацией и так далее. Они продали эту штуку крупным издательствам, как New York Times и так далее. Они продают это более мягким изданием и продают эту технологию по подписке рядовым читателям. То есть, если вы захотите себе свертать какую-то клевую штуку, почему-то вы не хотите воспользоваться отечественным сервисом «Тильдой» или «Ради магом» или еще чем-то, вы идете, покупаете подписку в «Зетавис», верстаете свою какую-то классную историю, и за счет этой прибыли компания может позволить себе выпускать издание, которое считается очень клевым. По каждому тексту, который они выпускают, снимается фильм обязательно в «Голливуде», и за счет этого они тоже зарабатывают, потому что продажи прав на экранизацию тоже стоят недешево. Другой пример – это сетевой магазин, в сетевой смысле в интернете, одежды «Нета Портер». Это считается одним из крупнейших продавцов модной одежды. Они на базе своего магазина запустили издание «Мистер Портер». Это такой онлайн-влог, в котором рассказывается про модные тенденции, про моды и так далее. Это издание существует исключительно благодаря тому, что есть бизнес, который приносит деньги. Поэтому подобные примеры, когда у тебя есть в этом смысле медийный бизнес Red Bull состоялся и существует, потому что Red Bull продает напитки. На медиа сложно зарабатывать, потому что количество изданий растет, затраты рекламодателей на единицу рекламов падают, потому что зачем тебе покупать в одном месте дорого, если ты можешь купить в большом количестве изданий подешевле, потому что баннер на рекламу с каждым днем отмирает все больше, и от нее ничего не останется. Сейчас издания думают, что спасение в продаже нативной рекламы – но это тоже очень временное развлечение, потому что достаточно быстро компании начнут понимать, что нет необходимости покупать у изданий нативную рекламу, если ты можешь сам создавать собственные медиа, вот как тот же Red Bull на своей площадке, собирать людей, читателей, аудиторию на своей же площадке, тебе не нужно, в общем, идти к другим медиам, потому что ты сам себе будешь медиа. Поэтому каждое издание придумывает свои способы монетизации. Медуза продает рекламу, Тиджерного продает возможность комментировать, стать частью сообщества и писать какие-то тексты, которые могут попасть на главную страницу. СНОП в том числе продает подписку на мероприятия и возможность стать частью СНОП-щества. Самый единственный, наверное, успешный по-настоящему пример издания, которое существует в России, которое существует за счет только подписки – это издательский дом «Актермедиа», который выпускает журнал «Генеральный директор», «Бухгалтер» и так далее, продает очень недешевую подписку, и ее подписку покупают, потому что владельцы предприятий заинтересованы профильной информацией, которая у этих журналов публикуется, поэтому они покупают подписку, потому что она им нужна. Но это такое, скорее, исключение. Поэтому нужно придумывать способ зарабатывать. В нашем случае с батенькой «Трансформер» мы понимали, что продавать рекламу в батеньке сложно, потому что название странное, логотип странный, тематика странная, и вообще все очень странное. Рекламодателю можно объяснить, и можно продать какие-то спецпроекты, но это не приносит тех денег, которые нужны, чтобы издание существовало. Поэтому год назад мы запустили контент-студию, мы как раз решили пойти по модели, когда существование медиа обеспечивается каким-то другим бизнесом, но нужно придумать бизнес, в котором вы максимально хорошо ориентируетесь и работаете вплотную с вашим изданием. И мы сделали контент-студию, которая создает для крупных компаний и не очень крупных компаний их собственные медиа, медиа под ключ. Медиа во всем, в самом широком смысле, это может быть интерактивный комикс, это может быть полноценное издание регулярное, это может быть фотоистория, это может быть подкаст. Не суть важна, потому что мы просто понимаем, что медиа, как я уже говорил, это примерно все, что угодно. Как это работает? Вот, например, с Red Bull, я не просто так показываю, компания понимает, что она хочет каким-то образом взаимодействовать с аудиторией больше, нежели на продажах собственного продукта, но они не умеют этого делать. Понятно, что если вы продаете напитки, вы не должны быть специалистами в создании медиа. Поэтому они приходят к нам, потому что рынок развивается, а игроков на нем практически еще нет. И мы придумываем медийные издания или просто медиа для крупной компании. Мы придумываем, о чем оно говорит, в чем сообщение этой штуки. Мы придумываем, какая у этого издания есть аудитория и как до нее добраться. Исходя из этого, мы решаем, где это издание должно жить. Может быть, это просто канал в Телеграме, может быть, это ролики в Ютубе. Зависит от задачи и от того, куда мы пытаемся попасть. Это вот та вещь, которая обеспечивает существование самосдата. Логика работы очень простая. Самосдат все так же... То есть публикации в самосдате не оплачиваются для авторов, на самосдате никто не зарабатывает. Люди, которые делают его регулярно, техническое существование самосдата, потому что понять, да, что медиа может создать из говна и палок, но все равно нужно огромное количество сервисов технологических, которые обеспечат ваше существование. И это тоже стоит денег. Работать таким образом. У нас есть компания «Мамиха Пинатана», которая производит контент для крупных компаний. Люди, которые работают в этой компании, в том числе, занимаются самосдатом. Это люди, которые создают картинки, которые верстают, редактируют текст и так далее. И мы работаем таким образом, что люди, которые публикуют в самосдате, а я напомню, что мы там собрали команду из 400 авторов по всей планете, мы предлагаем им очень простую историю, что мы делаем все вместе самосдат, потому что нам это нравится, и мы торчим от того, чтобы делать эту штуку. И мы всех своих авторов максимально привлекаем для коммерческих проектов, потому что понимать, что у нас 10 крупных клиентов, каждого из которых нужна медиа, и под каждую из этих медиа нужно создавать команду, которая регулярно пишет эти тексты, делает эти картинки, монтирует и снимает эти ролики и так далее. Поэтому люди, которые работают на самосдате, мы их всячески привлекаем и собираем из них команды оперативные, которые создают большое количество медиа, которые производит наша команда. Вот, плюс в нашу компанию «Мами Хаппинатана» мы объединились с новостным агрегатором BreakingWeb и работаем над тем, чтобы запустить еще пару своих собственных изданий, которые точно так же не планируется пока что приносить каких денег, то есть на матеньке мы непосредственно пока сейчас ничего не зарабатываем и не зарабатываем на BreakingWeb, хотя мы над этим работаем и ищем какие-то способы, как максимально элегантно и хорошо обеспечивать самозат, чтобы наконец люди, которые в нем публикуются, получали деньги. Потому что наша цель финальная состоит в том, чтобы все, кто этим занимается, могли на этом зарабатывать, потому что для нас это важно. Мы не хотим делать вещь, мы хотим построить из ничего, из нуля рублей, построить какую-то крупную махину. И это не просто. Отсутствие начальника инвестиций значит, что ты постоянно рвешься на части, пытаясь из пустоты произвести что-то. Это возможно, но в нашем случае это за него 10 лет, и только вот год назад мы запустили студию, сейчас мы наконец-таки смогли добиться того, что у нас появилась редакция, мы смогли набрать штат людей, которые работают и получают зарплату за то, что работают над этими проектами. Это такой достаточно долгий, тяжелый, мучительный процесс, но мы тем не менее, понимая, кто мы такие, мы работаем над запуском еще новых собственных изданий, разных. Очень мы хотим запустить интернет-радио в глаголе FFM, поэтому следить за обновлениями, и всячески тоже придумывать, каким образом все эти штуки можно монетизировать, продавать. Вот, значит, одна из вещей, которой я горжусь, это то, что штука, построенная из ничего, смогла привлечь свои ряды, реально одних из лучших кадров в стране, там Ольга Бишли, которая к нам перешила из издания «Рустуэк», известный писатель, Григорий Туманов, который стал главным редактором «Самоиздата», бывший спецкор-коммерсант и редактор журнала «Джикью», и так далее, и так далее. Это вот та штука, которую, я уверен, примерно так же, с таким же страданием и болью, строится у других маленьких изданий, маленьких изданий, про которые я говорил. Вот, значит, дальше мне нужно ответить на ряд вопросов, опять же, от организаторов про «Самоиздат», которые неминуемо возникают, когда я про «Самоиздат» рассказываю. Первый вопрос у тебя касается того, что почему это называется «Самоиздатом»? Это звучит очень как что-то советское, ламповое, не очень понятно, какие-то там бумажки напечатаны на резографе, которые нужно прятать, чтобы, не дай бог, никто не узнал, что ты распространяешь, запрещен литературу. В нашем случае, конечно же, история и логика была несколько другой. Это «Самоиздат», так же, как и «Медузы», как все остальное, потому что мы сами это издаем. Мы просто понимаем, что времена, когда приходит какой-то добрый дядя и дает тебе денег, который может в любой момент тебя забрать и выгонять тебя с работы и закончились, то есть для кого-то они, наверное, еще продолжаются, но гораздо круче, когда ты берешь на себя ответственность и вступаешь на это абсолютно смертельный и самурайский путь и пытаешься построить собственную империю из чего-то, из ничего, например. И когда ты видишь, что каждая скрепка, которая лежит у тебя на рабочем столе, это все результат вашего самостоятельного коллективного труда, за который вы отвечаете исключительно сами и только перед собой, это ни с чем не сравнимо удовольствие. Поэтому в этой войне, конечно же, это самуздат, потому что мы делаем это сами и не хотели бы, чтобы за нас это был другой. А почему-то есть вопрос про внутреннюю миграцию. Можно сказать, что самуздата под попыткой бега от действительности, конечно же, вообще нет. Самуздат ровно об обратном. Да, то есть для понимания сейчас самуздат публикует, вот прямо сегодня с 11 сентября мы публикуем порядка 40 текстов из нашего большого исследования. Мы сейчас занимаемся тем, что мы берем какую-то большую тему одну, изучаем ее со всех сторон, собираем тексты, репортажи наших авторов со всей планеты и рассказываем про какую-то одну большую проблему. Сейчас мы занимаемся публикацией исследования про рабство и изучаем тот безумный факт, что в мире живет 46 миллионов рабов. Вот прямо сейчас, согласно последним данным, в мире 46 миллионов человек находятся в разных формах рабства. Россия в этом смысле одна из лидирующих стран. И мы изучаем эту ситуацию, начиная от репортажа из мексиканского города, который считается столицей секс-рабства, где сутенерство превратилось просто в престижную семейную профессию, заканчивая манифест Морги Бишлей, построенным на беседах с парой десяткой россиян разных возрастов, где люди рассказывают, в чем они чувствуют себя рабами. Выясняется, что по восприятию людей ты можешь находиться в рабстве как у собственного кота, из-за которого ты в 5 часов утра идешь покупать ему корм. У нас была девушка, которая говорит, что если бы мой кот питался бы свежей речной рыбой, я пошла бы, блин, ловить ему речную рыбу, свежую для этого засранца. Так и люди ощущают себя в рабстве, когда попадают в отечественную армию, например. Поэтому, конечно же, когда мы поднимаем такие темы, до этого у нас было большое исследование, посвященное суициду, и тому факту, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения в мире, каждый год 800 тысяч человек успешно совершают суицид, и порядка 36 миллионов попыток происходит каждый год. Вот мы изучали, почему это происходит, и каким образом с этим пытаются работать и в России, и за рубежом, каким образом суицид вообще выстроил все современное сообщество Японии, например, и так далее. Поэтому, конечно же, самиздат по тематике вообще ни разу не внутренняя миграция. Он просто изучает темы, которые не все берутся изучать. Тоже вот вопрос про, избегает ли самиздат повестки новостной? Совсем нет, просто он взаимодействует с ней несколько по-другому. В самиздате нет новостей, и это осознанный выбор, потому что мы хотим чуть отойти от ежедневного безумного потока информации и изучать мир вокруг нас. Мы берем какое-то большое явление, как я говорил, копаемся в нем и о нем рассказываем. И так получается, что с каждым исследованием, которое мы запускаем, мы видим, что в течение месяца публикуем тексты, и мы видим, что каждый день в новостях выходят сообщения, каким-то образом тоже связанные с тематикой нашего исследования. Потому что проблемы очень большие. Мы когда публиковали исследование про влияние паранормальной веры, в смысле веры в паранормальные явления в России, как оно оказывается на современном укладе российской жизни, на каждый день выходят какие-то абсолютно безумные новости про людей, которые совершили какой-то адский обряд или убили кого-нибудь, потому что им так сказали звезды. Поэтому в этом смысле мы, конечно же, повестку никак не избегаем. Вопрос был еще о том, что вот несколько лет назад был якобы бум на подобное самознатное издание, что неправда. И пример приводился изданию ВОЗ, Роучиз, Метрополь, и спрашивается, куда они все делись, закончился ли бум. Мне кажется, что я никогда не находил вообще ничего общего со всеми перечисленными изданиями. У них у каждого собственная битва и у каждого собственная история. Метрополь, насколько я понимаю, трансформируется в издание НОЖ, и, в общем, существуют какие-то государственные деньги. Что происходит с Роучизом, честно не знаю. ВОЗ закрылся, потому что закончились деньги. И это нормальные, типичные истории в медиа. Медийный рынок – это как сериал «Игра престолов». Там постоянно кто-то умирает, но кто-то, кто остался в живых, умрет чуть попозже. А может быть, кто-то останется в живых, потому что ему повезло больше, чем остальным. Это, в общем, нормальное явление, к сожалению. Писут ли в самоздате вообще кто угодно? И да, и нет. Текст в самоздате не может появиться, если редакция, а это длительный очень этап – это редактор, выпускающий редактор, корректор, верстальщик и художник. Если этот текст не может присносить, он не пройдет всю эту длинную цепочку. Но так, конечно, автором самоздата может стать любого человека, у которого есть какая-то идея в голове и хотя бы намеки на умение писать. В этом смысле моя любимая история касается Алексея Понедельченко. Это мужчина из Новосибирска. Он филолог и одновременно ВДВшник. И он написал нам один текст сначала, прислал на общую редакционную почту, где он рассказывал о том, как он устанавливал телеантенны, ездив по глубинке России. И это абсолютно безумный адский текст был. Он написал потом еще один текст, еще один, и перерос таким образом в одного из наших лучших регулярных авторов, с которым мы с радостью сотрудничаем. В Новосибирске, когда происходят какие-то мероприятия, связанные с самоздатом, местные жители приходят на мероприятия не потому что батенька, а потому что там есть Алексей Понедельченко, например. С этой точки зрения, конечно же, любой может стать автором, если текст пройдет редакторскую пытку. Есть ли, в самом деле, цензура? Это смешной для меня вопрос. Цензуру в смысле, как это обычно называют, то есть понять, что батеньку не звонят из Кремля и не говорят, пожалуйста, снимите этот текст. Я бы смеялся, если бы так случилось, но тут тоже, так как мы живем в современном мире, наиболее показательной здесь у нас история была в том, что мы опубликовали текст, посвященный одной сибирской колонии, и потом ВСИН встал на уши и звонил деканат к моему автору, студенту второго курса журфака, и через декана грозился отчислением, если мы этот текст не удалим с сайта. Это вообще была безумная история. Конечно же, я решил удалить текст, потому что мне не хотелось, чтобы его сотрудник отчислили, а потом забрали в армию, потому что он не сможет писать мне текста. И в этом смысле, конечно, происходит... У нас есть план действий, мы готовим просто большое исследование про ВСИН. Поэтому такое бывает. Но как бы это странная смешная история, только тот факт, что в принципе сотрудники Сибирского ВСИН звонят в Москву, чтобы попросить с сайта батенького трансформера удалить текст. Я всегда находил это очень смешным и отличным фактом. Как заработать? Ну вот про как заработать я более-менее рассказал. И повторюсь, что проблемы, с которыми сталкиваемся мы и любое издание, которое вы захотите запустить, будут одинаковыми. Это сложный реальный бизнес, но в нем все строится у всех по вот этой очень простой пирамиде по потребности масла. Ее очень удобно перенести с жизни любого человека в жизнь любого издания. Понимаете, что базовое, что вам нужно – это ресурсы. Вам нужны деньги для того, чтобы это дело существовало. И эти деньги нужны постоянно, и нужно откуда-то их доставать. Следующий шаг – вам нужно каким-то образом защищаться, потому что придет тоже ВСИН, попробовать отчислить вашего сотрудника или еще какая-то хрень. Охрана интеллектуальной собственности. Вы пишете текст, а его крадут какие-то крупные издания, на вас не ссылаются, вас обижают и так далее. Следующий важный фактор и задача в изданиях состоит в том, что медиа – это коллективный труд. В этом смысле очень странно сравнивать, там тоже не был вопрос от организаторов, значит ли, что большие медиа умирают, что побеждают блоги. Это, на мой взгляд, несколько разные рынки, разные сущности. Блог – все-таки это явление индивидуальное, которое строится вокруг одного человека. медиа – это всегда труд коллективный. Поэтому, например, канал Юрия Дудя нельзя отнести к блогам, потому что канал Дудя – это сад работы не только одного Дудя. Там есть еще большая команда, которая демонтирует, продюсирует, снимает и так далее. Это не блог. И так как эта вещь медиа построена командами, то работа над сплочением собственной команды, на том, чтобы люди, которые у вас работают, не забывали, чем мы занимаемся, чтобы у вас не было такого же исхода, как из крупных холлингов, нужно работать с самими людьми, чтобы объяснять им, они понимали, чувствовали свою необходимость в общем деле. И следующий шаг, в чем нуждаются абсолютно все медийные компании, заключается в желании достигнуть как можно больше. Вы хотите еще больше, вы хотите еще больше узнаваемости, больше успеха, больше интересных историй, чтобы про вас все знали, и вы поэтому такая бесконечная гонка, в которую вы увлекаетесь. Следующий шаг – это необходимость новых знаний. Вы можете решить, что ваше издание существует исключительно в Телеграме, и все. Но это не значит, что вы не должны знать, как работают какие-то новые инструменты в Ютубе, или что открыли какую-то новую невероятную возможность и способность человеческого мозга, потому что нужно постоянно следить за новыми открытиями и образовывать себя, и вообще знать, что в мире происходит, потому что все может пригодиться. Ну и понятно, уже потом, после всего этого дела, можно задуматься. И это, как правило, очень смешно, что в случае с медиа необходимость эстетики красоты, то есть чтобы симпатично все выглядело, было красиво, собрано и выглядело симпатично. Как правило, редко становится последней ступенью, то есть вы уже сыты, и у вас есть команда, вы придумали, как зарабатывать, вы чувствуете себя хорошо и спокойно в своем месте. И тут вы начинаете думать о том, какую бы красоту сделать вокруг себя. Когда, конечно, медленно работать наоборот, сначала мы делаем очень красивый сайт, потом уже пытаемся придумать, как его, блин, обеспечить, откуда взять людей, но зато выглядит очень красиво. Знаете, это как мем про человека, который покупает себе пальто зимнее, и говорит, оно, кажется, не очень теплое, но оно такое красивое. И в следующем кадре он валяется мертвый, над ним стоят два полицейских и говорят, кажется, бедолага замерз. Но выглядит он отлично зато. Вот это типичная история из медийного рынка. Про это я, в общем, тоже рассказал. Ну вот, собственно, на этом моя дневная презентация с картинками закончена. Мне кажется, что империя – это та вещь, которую может каждый из нас построить, нужно просто понимать, зачем и что с этим делать. Вот. Ну, как-то так. Большое спасибо. Есть ли вопросы у аудитории, а я бы унесла вам микрофон. Пару вопросов сразу можно? Да-да, мы тут до пятницы пойдем. Это все замечательно. Меня зовут Анастасия. Привет. Есть несколько вопросов. Первое, сколько у вас читателей у «Батинки»? Именно у «Батинки» или у суммарных проектов, которые мы делаем? Нет, мы про «Батинку» поговорим, это интересно. Сейчас скажу. Мы вот с этого лета мы стали очень быстро расти, расширив команду. И чтобы сейчас не обмануть, мы доросли до 300 тысяч просмотров страниц в месяц. И держим сейчас в районе 150 тысяч уников в месяц и растем. Я уверен, что мы до миллиона через какое-то время доползем наконец, чего я бы очень хотел. Да, очень здорово. Еще такой вопрос, мне кажется, у многих, наверное, возник. Когда ты работаешь в каком-то новом издании, и не звонишь обратной организации, чтобы получить интересную информацию, то ты сталкиваешься с тем, что «А вы кто? А почему я должен вам это говорить?» Представляете, что когда вы звоните, говорите, это издание «Батинка» и «Трансформер», это «Смерть». Но я хочу сказать, что на самом деле фокус очень простой. Их два. Фокус первый. Название «Медуза» вообще ничем не лучше. Это желеобразное животное из моря. Да, издание под названием «Колокол» или «Крокодил». Я извиняюсь, издание «Коммерсант» когда появилось, его ненавидели, потому что издание появилось в начале 90-х, только-только развалился Союзский Союз, слово «Коммерсант» считалось ругательством. А это издание, которое было нацелено предпринимателей. Это как, знаете, вы можете любое слово взять, если вы будете очень много раз повторять одно слово, оно очень быстро перестанет иметь значение. Это просто будет звук какой-то. И вот только таким образом. Нет, ну а когда ты, например, вот этот… Первое время, кажется, сложно. Тебе говорят, типа, в смысле, что? Батюшка-двутрансформер, что? Бабушка-двутрансформер, вы о чем? Это та вещь, к которой нужно быть готовым. Я убеждала вас, что уверяю, что когда люди из «Медузы» звонили, реакция была точно такая же. А вы кто такие? То есть вы просто доказывали, что можно, нужно… Ну, это просто нужно… Ну, это как вся журналистика, да? Ну, типа, сидишь на телефоне и звонишь снова и снова. Ну, долбишь в одну точку башку или рано или поздно пробиваешь. А второй фокус заключается в том, что, когда понимаем, что людей очень сильно смутит название, мы говорим «батенька.ру». Типа звучит, типа, окей. Ну, я думаю, что еще лет десять вот так вот поколупаемся, и вопросов не будет уже возникать просто. А вы зарегистрированы в СМИ? Нет. Зачем? Просто вопрос. Ну, потому что у нас тут… Уж не СМИ. Ну, хорошо. Вы сам издавьте. Все. Поняла. Понясни. И у меня последний вопрос у меня по контент-студии, по вашей. Как вы поняли то, что это действительно нужно, потому что, мне кажется, ну, для… Это интересная вещь. Я бы действительно хотела ее развивать. Я около чем-то подобным занимаюсь. Как вы нашли клиентов? Была ли у вас потребность? Или вы разрабатывали эту потребность, да? То есть, создавали ее на рынке и, собственно, как привлекли клиентов? Это многоступенчатая непростая штука. Был ли спрос? Спрос огромный. Он растет каждый днем. То есть, я говорю, на этом рынке вообще почти нет игроков и желающих очень много. На самом деле, главный фактор, который сейчас работает на этом рынке – это наличие издания под названием «Тинькофф журнал». Есть «Тинькофф Банк», может, кто-то из вас пользуется. У них есть издание, которое они запустили, посвященное тому, как правильно пользоваться личными финансами. Как оплатить ипотеку? Как покупать ценные бумаги? Как возвращать налоги? Как… Что делать, если у вас украли машину? Как правильно брать кредит? Как работают вклады? И так далее, и так далее. Эта вот штука… Это издание построено на базе банка, которая не нацелена на то, чтобы продавать вам банковские услуги. Вы просто читаете интересные тексты про деньги, и потом, когда вы задумаетесь о том, типа, «Хм, я бы хотел покупать ценные бумаги, а где мне это сделать?» «Где можно открыть брокерский счет?» Кстати говоря, в «Тинькофф Банке» есть возможность открыть брокерский счет. И так как вы уже бренд знаете и с ним взаимодействуете, вы, скорее всего, пойдете и карточку у них откроете. Наличие этого издания первоклассного сделано просто роскошно. Это, на мой взгляд, одно из лучших вообще изданий в стране сейчас. Наличие этого издания очень хорошо помогает, потому что крупные компании, смотря на это, понимают, что это то, чего им всегда не хватало, и поэтому очень быстро появился спрос. Тут важно уточнить, что там, когда к нам приходит какой-то банк, они говорят, ой, мы хотим «Тинькофф журнал». И мы объясняем, что чуваки не надо делать еще один «Тинькофф журнал». Ну, то же самое, давайте сделаем еще один «Коммерсант». Зачем? Надо делать что-то другое. С этой точки зрения мы поняли, что спрос есть, потому что… Ну, в первую очередь, потому что Антон Ярыш, который сооснователь CMS Data, и мой партнер и основатель «Мамми Хоппинатаны», он всю жизнь работает в крупных корпорациях, и именно на позиции клиента, который приходит к компаниям, чтобы заказывать в них что-то, и он понимает, что рекламное агентство, диджитал агентство, маркетинг агентство не в состоянии подобный продукт произвести. Они могут сделать рекламу, медийку, сайт тебе нарисовать, но не могут произвести контент там. То есть, но при этом запрос в компаниях появляется. То есть, у нас было это понимание. В компании мы искали клиентов… Первый год сарафанной радио. То есть, мы там нашли одного-двух клиентов, потому что как-то с ними взаимодействовали, а потом… То есть, мы о своем существовании заявили два месяца назад. До этого про «Мамми Хоппинатану» в паблике никто не знал. И весь год это шоу сарафанным радио. Сейчас уже просто, аж мы известны, к нам уже приходят, потому что кто-то с нами работал, и что-то хочет себе заказать. Ну, это какой-то пошагнет, шаг за шагом. Вопрос очень частный. Вот эти исследования, они у вас в свободном доступе, которые большие вы делаете? Да, конечно. А вы что-то продаете по подписке? Нет, мы не продаем ничего по подписке. Это журналистские тексты. То есть, мы берем… Мы называем это исследуем, потому что мы берем какую-то большую тему и собираем большое количество информации. Мы не работаем как социологическая исследовательская служба в традиционном смысле. Мы просто берем большое явление, пытаемся с одной стороны обрисовать его масштабы, с другой мы это явление конкретно исследуем на конкретных примерах в разных странах. То есть, это не совсем как работает социологическая исследовательская служба. И в этом смысле мы не продаем, то есть, мы не PricewaterhouseCoopers, который продает. Мы хотим собирать потом, когда исследование заканчивается, собирать это в какой-то красивый армонах и либо книжку печатать, либо распространять как PDF и так далее. Но это все в открытом доступе, да. Это просто 40 текстов по одному-два текста в день, которые посвящены большой теме, которую потом мы собираем в единую какую-то штуку. А скажите, пожалуйста, а вы знаете какие-то региональные аналоги вот сам из Data, которые купились и работают где-то в России? Потому что интересно суть вашего месседжа на региональные конференции. Я не скажу, что я знаю, какие-то мега успешные, но я бы не сказал, что мы мега успешны, например, это все еще work in progress, и то, что мы сейчас сделали, это одна миллионная часть того, что мы хотели бы реализовать. На мой взгляд, вот то, что делает The Village, продавая франшизу по разным городам России, это любопытная штука, за которой можно последить. Это не совсем, наверное, ну как бы, то есть там, вы понимаете, как работает франшиза, да, они продают местной команде право делать местный The Village, и его успех зависит исключительно от того, как эта местная команда сработает. Вот за этим бы я посмотрел, последил бы. Каких-то конкретных названий ресурсов я сейчас не вспомню, хотя за каким-то количеством я точно следил. что-то из Карелии я с какими-то вещами следил, но я просто просил вас обмануть, но я уверен, что что-то небольшое, что придумало, каким образом себя построить, точно есть. Надо просто понимать, что есть абсолютно адский миф в российских регионах, что как будто бы, типа раз мы маленький или мы не очень маленький регион, но мы регион, и до нас не добирается федеральная пресса, то мы никому не интересны, мы будем здесь по этому собственному соку вариться, и будем так же тихо, мирно подыхать. Но на самом деле локальная пресса, я бы в этом смысле, если есть интерес к этому явлению, я бы изучал опыт, как неудивительно, американских изданий, потому что как раз там очень хорошо понимают, что локальная пресса – это та пресса, у которой больше всего шансов, гораздо больше, чем у New York Times и других, зарабатывать и существовать, потому что ты когда локальный, ты знаешь точно свою аудиторию, ты точно знаешь сообщество, вокруг которого ты можешь строить свое издание, ты понимаешь, какие у этого аудитории есть потребности, и придумывая вот издание, которое… его не должны читать в Москве, оно не для этого предназначено, это точно так же, как The Bell не пишет про теракт где-нибудь в регионах, потому что это не их тема, они пишут про деньги, точно так же издание, которое нацелено на жителей Иркутска, они не должны читаться в Москве, не нужно думать, что успех – это когда у вас очень много читателей со всей планеты, вообще не так, я ровно об этом и говорю, что надо просто понимать, куда вы идете. И в этом смысле локальная американская пресса знает очень много крутых примеров, потому что они там строят и сообщества, они зарабатывают на подписки, они зарабатывают на продаже мероприятий, они проводят мероприятия, где люди, например, местные предприниматели собираются вместе на конференцию, и рассказывают про то, как, не знаю, иркутские владельцы кафе собираются вместе, чтобы обменяться опытом, поделиться контактами и так далее, вы можете продавать либо билеты за участие, либо делать лектории, ну, то есть, в общем, масса есть вещей, потому что, как раз таки, когда вы локальны, вы точно, у вас есть преимущество, которое нет у крупных федеральных изданий, вы точно знаете, кто ваша аудитория, когда вы это знаете, вы знаете, что вы хотите им сказать, вам придумать способ зарабатывать гораздо проще, нужно просто смотреть чуть-чуть шире, не думая только тупо про медиа и просто продажу рекламы в нем. Вот и все. Кстати, к спецпроектам у меня есть вопрос, у Батинки была серия экспедиции, это был какой-то там коммерческий проект или, ну, что это был за формат, почему и как? Так, экспедиции все еще есть, вот мы недавно вернулись из маленькой экспедиции в Карерию. Экспедиции — это, собственно, то, с чего публикация Батинки началась, мы берем наш Батинка-мобиль Toyota Hilux и собираемся туда толпой народа, едем две недели по стране, мы воняем, как портянки с салом и привозим какой-то большой текст. И мы, потому что экспедиция — это не дешевое удовольствие, это еда, бензин и прочее, мы пытались и пытаемся продавать эти экспедиции как спецпроект, и у нас несколько раз получалось, мы продавали, вот мы будем дальше эту штуку делать, мы просто приходим к рекламодателю и говорим, вот у нас проект, мы знаем, что он соберет столько-то, мы едем туда-то, вот будет такой-то большой красивый текст с картинками, мы продаем пакет, логотип на автомобиле, упоминание во всех текстах, которые выходят с колес во время экспедиции, брендирование и появление интеграции бренда в экспедицию и все. Это какой-то нормальный, абсолютно понятный классический вариант спецпроекта, для которого мы физически реально едем куда-то и что-то собираем. Это прям за этим точное будущее в том числе. Еще вопросы? Здравствуйте, Ольга. Ваш сам издат как средство массовой информации не зарегистрирован? Нет, а зачем? Больше того, почти все, что я перечислил, тоже не знаю. Я уточняю, я уточняю. В этом случае такой вопрос. Какие-то проблемы с надзорными органами в правовом поле? А какие? Ну, в смысле, если это не средство массовой информации? Например, Вы занимаетесь исследованием суицидов. К Вам после этого есть какое-то внимание от надзорщиков? Нет, а мы же не средство массовой информации. Ну, в смысле, вы все очень простые. Но я хочу сказать, что тут есть важное для понимания, что та же «Медуза» и другие издания, про которые тоже не зарегистрированы, как средство массовой информации. Единственная необходимость, на мой взгляд, есть в этой лицензии, это когда Вы хотите печатать периодическое бумажное издание, и Вам нужно разрешение публиковать печатать больше, чем 999 экземпляров, потому что все, что больше, это СМИ, распространить в книжных и в магазинах журнал без регистрации Вы не сможете. Вот и все. Это просто больная иркутская тема. У нас один сайт издания зарегистрировался как СМИ, и теперь считают, что все остальные, которые не регистрируются, они неполноценные. Ну, можно так думать. Очень много неполноценных вещей на свете есть. У меня есть вопрос о продвижении. Через какие каналы сейчас эффективнее всего продвигать интернет-СМИ? Очень общий вопрос, это сильно зависит от задачи исключительно. Ну, вот для Батеньки что работает больше? Телеграм, Фейсбук, Инстаграм? Мы недавно завели себе паблик в Одноклассниках, и это просто феерия какая-то. У нас там за месяц 15 тысяч подписчиков вырос. Тут какие-то безумные цифры для нас удивительные. Мы есть, вот конкретный Батенька есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, в Одноклассниках и так далее. Это все очень разные штуки, да, то есть, надо понимать, Одноклассники и ВКонтакте, например, не очень хороши для того, чтобы... Ну, то есть, конвертация людей, которые увидели твой пост и перешли на сайт, не очень большая. Фейсбук в этом плане чуть-чуть получше, и то Фейсбук занимается тем, что максимально хочет... Ну, понятно, задача Фейсбука, ему не нужно и не хочется выпускать свою аудиторию за пределы социальной сети. Они делают все, что угодно для того, чтобы умели максимально урезать и не дать им вывести людей, да. Уменьшать количество показов, да, вы должны платить деньги за то, чтобы ваши 25 тысяч подписчиков в Фейсбуке увидели ваш пост, потому что так придумал Фейсбук. В этом смысле, на мой взгляд, гораздо эффективнее, то есть, нужно использовать соцсети для продвижения, но я за то, чтобы придумать какие-то альтернативные способы доставки себя до аудитории, потому что социальная сеть любая может в любой момент поменять правила игры, и вы будете от них зависимы. Вот поэтому здесь нужно... Ну, вот я не могу здесь сказать, что что-то, что эффективнее. Все, в общем, полезно. И с другой стороны, нужно просто социальные сети рассматривать, ну, то есть, не видеть ценность только в том, что люди пришли на ваш непосредственно сайт, да, потому что сайт — это всего лишь одно из отделений вашего медиа. Когда вы перестанете думать про свое издание, про медиа, только как про сайт, и поймете, что везде — и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, где бы вы ни появлялись, это тоже ваше медиа. Оно просто... Там много людей, которые не уходят к вам на сайт, и они не читают поэтому ваш текст. Но это не значит, что вы не должны давать им какой-то контент, который они будут потреблять только там, и тоже растить... Ну, потому что это ваша аудитория. В этом смысле очень показательные почтовые рассылки. Вот мы делаем рассылки, а у нас там отличный порядка 30-40% открываемости, почти 4 тысяч подписчиков. Это очень клево. Каждое письмо читает порядка полутора тысяч человек, и только одна десятая из них кликает на ссылку в тексте, чтобы перейти на сайт. Но просто надо воспринимать рассылку не как способ человека на сайте затащить, а как самостоятельное издание. Мы по этому рассылке публикуем уникальные тексты, которые на сайте не появляются. И все. И в этом смысле продвижение сразу станет легче, когда ты поймешь, что социальные сети — тоже ты. Еще вопросы? А с органическим трафиком из поисковиков вы как-то целенаправленно работаете? Оптимизируете тексты для того, чтобы больше был такого трафика? Отслеживаете его? Да, мы над этим всем работаем. Проблема в том, что настолько только сейчас начинает появляться нормальная, полноценная команда разработчиков, которые для этого нужны. Мы вчера как раз сидели, я прилетел, созванивались с нашими ребятами из Екатеринбурга, анализировали, смотрели на трафик и придумали, как его повышать и с чем работать, в том числе с органик и с поисковым. Поэтому, да, конечно, мы везде не можем свои три копеечки набрать, ты пытаешься набрать, разумеется. Спасибо. А таргетированную рекламу в социальных сетях использовали? Тоже делаем, конечно. Бывает, да, мы продвигаем какие-то тексты, тестируем. Я не могу сказать, что это прям космически эффективная штука на самом деле. Я таргетированную рекламу в Фейсбуке сполна наелся в Снобе, где мы в Снобе порядка миллиона подписчиков в Фейсбуке. Фейсбук вообще является основным источником трафика в Снобе. И мы стали вкладывать туда деньги, потому что Фейсбук стал понижать нас в выдаче, чтобы дойти до нашей аудитории. От того, что ты платишь деньги, роста какого-то космического на текстах не происходит. Ну, типа, зато растет охват внутри социальной сети и растет количество подписчиков. Надо просто логику чуть менять и думать о том, что твое издание не только на сайте находится. Прямо какого-то мега чумового эффекта я не заметил. И еще про ощущение рынка вопрос. Сказалось, что сейчас начинают с децепулярными не только самознатовские СМИ, да, но и условно СМИ одной темы. Я не знаю, про рыбалку, про охоту, про все такое. Хотя Медиазону забыл назвать как раз в этом смысле. Вот это самознатовская вещь про одну тему. Это просто лучшее издание в стране, посвященное судебным делам. И это хорошо. В этом смысле происходящее... Вы можете придумать абсолютно любое адское извращение или какой-то интерес. Не знаю, вы любите розовые табуреточки. Я уверен, что в интернете уже есть сообщество людей, которые тоже любят розовые табуреточки. И для них можно идти и создавать медиа. В этом смысле, конечно же, надо просто нащупать свою аудиторию и работать с ней, и все. Даже если это издание про рыбалку, вообще-то это просто богатейшая тема, богатейший рынок с огромным количеством рекламодателей, на котором можно очень хорошо заработать. Здравствуйте, Елизавета. Скажите, пожалуйста, у вас есть традиционный репортаж? Да, конечно. Конечно, есть, да. И они в рамках вот этих больших... В том числе и в рамках, и необязательно, да. Одна из вещей, которой я до сих пор горжусь, батеньки, в том, что когда несколько лет назад был кризис с беженцами, и все беженцы ломанулись, в том числе в Будапешт, мы на свои карманные деньги отправили Владу Моисееву в Будапешт писать репортаж про всю эту историю. И это вот то, как мы функционируем до сих пор. Конечно, репортажей очень много. Вот я рассказывал про текст из Мексики, про столицу секс-рапс, это абсолютно репортаж. Человек едет, смотрит, общается. Для нас, на мой взгляд, это один из самых ценных и не до конца освоенных жанров в тексте, потому что репортаж писать никто не умеет. Вот мы там стараемся, пытаемся их делать, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова